Продолжение следует... Белорусские чиновники экономят на пенсионерах и малоимущих. В прошлом году в бюджет Фонда защиты населения влили почти на 500 миллионов рублей меньше запланированной суммы. Чтобы уложиться в урезанный бюджет, чиновники сократили объемы выплат пенсии, включая те, что предназначаются госслужащим, военным и их семьям. Более того, существенная экономия получилась на отмене выплат тем, кто уехал за границу, и иностранцам, получающим деньги в Беларуси. Также ФСЗН удалось пополнить высокими доходами от штрафов. По плану собирались набрать около 300 тысяч рублей, а в итоге улов составил более 500. Помимо этого, за год чиновникам удалось сэкономить еще 4 миллиона социальных выплат на рынке труда. Напомним, в стране нарастает дефицит работников. По данным Банка вакансий, не хватает более 150 тысяч сотрудников. Решить эту проблему чиновникам не удается уже не первый год. Среди причин отъезд специалистов на работу за границу, а также увольнение из-за политики. Введены новые ограничения Евросоюза на зерно и товары из Беларуси. Первый замглавы Еврокомиссии сообщил соцсети Икс о том, что Совет ЕС утвердил запретительные пошлины на импорт зерна из Беларуси и России. Эти меры приведут к тому, что цены на него увеличатся минимум наполовину. А значит, и спрос упадет. Изменения начнут работать с 1 июля. Напомним, ограничить импорт зерновых из Беларуси и России требовали Польша и страны Балтии. Ранее правительство Литвы одобрило запрет на импорт из нашей страны почти 3 тысяч различных товаров. В основном это продукты сельского хозяйства. Мясо, рыба, молоко, яйца, овощи, крупы, мука и сахар. Также под запрет попали ряд безалкогольных и алкогольных напитков, а также табак и его заменители. Новые правила заработают уже 3 июня. Тем временем в саму Беларуси из оккупированного Россией украинского Мелитополя начнут поставлять черешню. Учредитель местного предприятия рассказал, что надеется отчасти заменить поставки как по России, так и в Беларусь, черешни из других стран. Уточним, Мелитополь находится под российской оккупацией с февраля 2022 года. Приграничным с Украином регионе отработали готовность формирования гражданской обороны к переводу на военное время. Примечательно, что обучение их так и не было объявлено, однако на время их проведения в Гомельской области отключили международную телефонную связь и интернет. Местные чиновники объяснили совместную с РФ-акцией враждебностью НАТО. По словам председателя Гомельского облсполкома, Беларусь должна быть готова ко всему, особенно в 30-километровой зоне от зоны военных действий. В итоге военные констатировали, что система региона готова при необходимости к переводу на военное время. Однако есть ряд коррективов, которые требуют оперативного вмешательства. На данный момент телефонная связь в области восстановлено, но некоторые сайты госорганов могут оставаться недоступными из-за рубежа. Напомним, 29 мая министр МВД Кубраков распорядился провести во всех регионах страны тактико-специальное учение по проверке готовности к реагированию в условиях чрезвычайной ситуации. Из-за нехватки рабочих рук сотрудников не хотят увольнять по собственному желанию. Именно такую историю рассказала в ТикТок Минчанка. Около 7 месяцев она работала продавцом-консультантом в одном из столичных магазинов «Марк Формель». По словам девушки, она выполняла много дополнительной работы, а вот зарабатывала меньше тысячи рублей. В итоге Минчанка захотела уволиться. Уже после нее это решили сделать еще три человека. Однако региональный менеджер не подписал заявление девушки, зато тех, кто был последним в списке, уволили. Правда, только после скандала. Этим же в итоге закончилась и история Минчанки. После угроз дойти до высокого начальства ее все-таки уволили из магазина. В комментариях люди делились похожим опытом. Одна из пользовательниц рассказала, что в магазине «Марк Формель» в Минске ей вот уже три месяца безуспешно ищут замену и отказываются увольнять, пока она сама не найдет человека на свое место. Компания «Марк Формель» эту информацию пока никак не комментирует. Сейчас у них открыты 88 вакансий для продавцов-консультантов и их помощников. Минимум за такую подработку заплатят в Жабинке 350-450 рублей на руки. Максимум в Минске обещают 1560 рублей чистыми. Белорусские и российские силовики обменялись полезным опытом по разгону бесчинствующей толпы. По информации пресс-службы ГУВД, совместные мероприятия провели столичное управление силовых ведомств. Среди отработанных занятий появление дебошира, неопознанного летательного аппарата, обнаружение бесхозной сумки, приближение к зданию человека с оружием или бесчинствующей толпы, получение информации о готовящемся теракте. Судя по материалам МВД, в учениях была задействована спецтехника для разгона людей и даже беспилотники. Отмечается, что силовики двух стран не только обменялись полезным опытом, но и провели совместные кинопросмотры, а также обсудили зарекомендовавшие себя методы борьбы с противниками диктаторских режимов. На Беларусь-Калии показали первый отечественный комбайн по добыче руды, названный в честь шпица Лукашенко. По информации телеграм-канала предприятия, агрегат получил название «Умка-550». На презентации он крошил бетонную плиту, которая имитировала горную породу. Сообщается, что у комбайна те же параметры, что и у десанкционной версии, которая собиралась совместно с немецкой компанией. При этом разработчики утверждают, что у чисто отечественного аналога уровень локализации повысился с 20 до 80%. Отметим, «Умка» — это любимый шпиц диктатора, которого он повсюду возит с собой. Вероятно, собака в каком-то смысле заменила Лукашенко по взрослевшего сына Коленьку, ранее всегда сопровождавшего отца. На параде 9 мая в Москве шпиц даже умудрился затмить хозяина. Все внимание медиа было приковано именно к нему. Завтра Международный день защиты детей. Белорусы собрали уже более 20 тысяч евро на летний отдых и для детей политзаключенных. На каждого ребенка до 16 лет выплатят пособие в размере 100 евро. В прошлом году на отдых детей политзаключенных собрали 28 тысяч евро. А помощь тогда получили 270 юных белорусов. В этом году благотворительный сбор от Байсол ставит целью собрать 23,5 тысячи евро. Он еще продолжается, поэтому можно успеть внести свою лепту. Беларуси не осталось ни одной семьи, которую тем или иным образом не затронули бы репрессии, заявила демократический лидер Светлана Тихановская накануне, обращаясь к участникам конгресса по белорусским политзаключенным в Праге. По словам политика, тысячи белорусских детей растут в неполных семьях только потому, что так захотел диктатор. Один из самых известных белорусов, художник и дизайнер Владимир Цеслер стал главным героем нового документального фильма «Маланки». Наша съемочная команда отправилась на Кипр, чтобы увидеть и показать зрителям, как сейчас живет наш легендарный соотечественник и погрузиться в его прошлое. Художник редко говорит о личном, но для нас он сделал исключение. Владимир рассказал, как оставаться простым и скромным, когда тебя называют гением, а твои работы моментально расходятся по соцсетям и собирают миллионы лайков. А также, как быть кумиром молодежи на восьмом десятке, сохранять свои принципы и быть свободным, чтобы не происходило вокруг. Напомним, работа белорусского маэстро входит в коллекции мировых музеев. С 2020 года главной темой Цеслера стали плакаты, посвященные политической ситуации в стране. Ему пришлось покинуть свою мастерскую в Минске и родину. Теперь он живет на Кипре и удаленно участвует в собственных выставках. Премьера документального фильма о Владимире Цеслера состоится завтра в 17.00 на нашем канале «Маланка Экшн». Ссылку вы найдете в описании. Не пропустите. И это все на сегодня. Оставь лайк этому видео, обязательно пиши комментарии, чтобы поддержать нашу работу. До встречи и Жыве Беларусь!